Добрый день! Мы продолжаем наши видеоуроки. Сегодня мы рассмотрим те ошибки, которые возникли при решении задачи, которые мы рассмотрели на прошлом занятии. Итак, типичная ошибка первая. Уже о ней говорили в прошлый раз, что этот человек остается на месте или отступает назад. В этом случае человек защищается от ножа. Ведь атака идет с ножом. Не спасает положение и уход в сторону. Уход в сторону равнозначен движению назад. Это не решение вопроса. Не решение вопроса и просто идти вперед. Идти вперед, я остановился, уперся в стену, мое движение закончилось, соответственно, меня убили. Это вот самые главные ошибки. Все-таки нужно пойти вперед. Но бывает мало того, что вы пойдете просто вперед. Потому что партнер усложняет задачу. Он не просто идет с вытянутой рукой и выходит на то расстояние, где я могу защищаться от ножа. Нет. Мое, мой настрой. Ну, первое. Я не защищаюсь от ножа. Я иду на человека. Мне важен он, а не рука с ножом. Для руки с ножом у меня есть мой навык, как стекать с опасностью, с плотностью, в том числе и с ножом. Но дальше получается некий переход. Да, я пошел в первом движении. Стоп. А теперь посмотрите. Мне нужно к ножу вернуться. Он сейчас повернется, создаст новую задачу и пойдет опять в контрнаступление. Поэтому мне нужно выиграть время и себе как-то немножко остановиться для того, чтобы мы сильно не разбежались в разные стороны. Для этого мне достаточно во время движения вперед нанести какой-то контр-удар. И это позволяет мне не убежать далеко, так как точка касания, точка удара будет той точкой отсчета в пространстве, где находится мой враг. И я могу уже отобрать оружие или взять его под контроль, или забрать оружие и действовать уже оружием. Это понятно, да? И вот там в задаче был вопрос с курткой. И то же самое. Ничего нового. Да, можно держать куртку в надежде, что я сейчас с этой курткой. Вот если медленно, там я возьму, заверну там каким-то образом. Или просто сделаю блог курткой. То есть фунт сделает, там будем отбирать. Все это, конечно, хорошо, красиво для таких статичных вещей. Но в кино там четко показано, в том ролике показано, когда вот эта куртка, человек стоит, ждет. И когда пошел, то все вот эта вот куртка так и не сработала, не сыграла на той роли. Почему? Потому что задача была опять защищаться. И навык был наработан на каких-то статичных вещах. Если вы все-таки с курткой, если с каким-то предметом, то, в принципе, ничего не меняется. Все то же самое, но только куртка выполнила роль моего контрудара. Я иду вперед. Я не жду атаки. Я не жду, когда вот, ну, я уже все, я уже умер. Я умер, потому что я проспал. Идет движение, и я иду, и я точно так же иду, и я точно так же пойду вперед. Задача не стоять. Научиться идти на грозу. Помните старую пасторицу? Мужик врага ждет.